здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня весь мир озабочен состоянием окружающей среды сельское хозяйство переходит на органические технологии не отстают за крупнотоварным сельским хозяйством и фермеры мелкие фермеры а также частники в своих личных подсобных хозяйствах и даже мелкие дачники все мы стремимся в нашей хозяйственной деятельности и особенно при выращивании продуктов питания наносить как можно меньше урона окружающей среде технологии не стоят на месте и развиваются в последнее время очень много стали говорить о таком продукте как биочар биочар это калька с английского языка которую можно перевести как биоуголь ну а если уж говорить хорошим русским языком то это попросту древесный уголь тот самый привычный древесный уголь который мы можем купить гипермаркете для использования для мангала для для мяса для каких-то еще бытовых нужд которые производятся широко промышленностью для различных целей а также те головешки угольки которые каждый из нас может найти своем камине печки ну или кострище там где мы сжигаем поленца деревьев для обогрева или для приготовления пищи или просто для красоты или эстетики оказывается древесный уголь кроме всего прочего имеет и очень большое экологическое значение давая свой сильный вклад в сохранение природы и сохранение нормального экологического состояния биосферы у меня вот здесь в руках как пример имеется промышленно произведенный древесный уголь который предназначен для мангалов но на самом деле для тех целей о которых мы будем говорить а будем мы говорить естественно о том как улучшить плодородие почв как улучшить продуктивность растений с помощью этого угля древесного угля и можно использовать те самые головешки которые получаются у нас у каждого в своем камине печки или костре к достоинствам древесного угля надо отнести то что он является достаточно твердым он не крошится не измельчается в процессе нахождения в почве но за исключением каких-то механических повреждений в результатом лопата или пахота какая-то идет значит там конечно может раскрошиться но в целом он достаточно долго сохраняет свою форму и размер в почве он не разлагается очень важно что он является достаточно пористым в связи с этой пористости он также является и высоко гигроскопичным то есть может накапливать впитывать воду и различные растворы а также их отдавать то есть находиться в равновесии с тем окружением с той почве в которой он находится много влаги в почве он ее впитывает мало влаги в почве он ее отдает как же использовать этот уголь для того чтобы улучшить плодородие почв восстановить плодородие почв восстановить рыхлость влага и воздухопроницаемость почвы а также увеличить продуктивность растений кусочки которые мы должны закапывать в землю должны быть примерно ну размером до 1 на 1 сантиметр ну то есть вот такой вот кусочек угля хорошо бы разделить еще на три части ну а из такого можно сделать от 10 до 15 кусочков угля которые будут пригодны для внесения в почву количество таких кусочков которые необходимо внести составляет примерно 250 грамм на 1 квадратный метр уголь древесный конечно очень разный по плотности и по своей массе один из разных пород деревьев по-разному приготовленный вот такой вот уголь который продается в гипермаркетах он конечно достаточно тяжелый тот который получается у вас в камине достаточно легкий ну примерно 250 грамм если вы внесете полкило тоже большой беды не будет самое простое как использовать этот уголь это его измельчать и не вынимать из той той золы которую вы используете как удобрение для внесения в качестве известкового материала источника кальция и как подчелачивающего агента в кисловатые кислые почвы поэтому я всегда говорил и говорю и буду говорить что использование цельной золы в том числе с включением этих угольков является гораздо более ценным способом утилизации золы нежели чем приготовление растворов и жидких подкормок на основе этих растворов все самое полезное оказывается остается в осадке после того как вы измельчили подробили этот уголь то есть то что они будут мельче кусочки это не страшно главное чтобы они не были слишком крупными вы их равномерно разбрасываете по поверхности почвы и заделываете на глубину корня обитаемого слоя вот здесь у меня всегда возникает вопрос что люди которые отказались от перекопки огорода считают что перекапывать огород не надо как же они тогда будут восстанавливать почву как они донесут вот эти вот важные составные части культа культуренной почвы до корня обитаемого слоя но вероятно они не смогут пользоваться этим способом хотя и для них есть компромиссный вариант вот такие вот кусочки угля можно вносить в лунки при посадке 35 кусочков примерно один на один сантиметр ну или вот такая вот горсть да можно сказать в лунку при посадке перцев томатов других растений капуста является очень хорошим подспорьем для того чтобы и увеличить продуктивность растений спасти их от засухи они могут выдерживать гораздо лучше засуху и этот способ сейчас достаточно широко применяется в том числе в городах при посадке ландшафтных городских деревьев лунку набивают слоем в том числе вот этого самого угля это помогает городским деревьям справляться с длительными периодами засухи какие еще полезные функции есть у этого угля что еще мы можем с этим углем сделать но как я уже сказал он повышает плодородие почв особенно на кислых почвах поскольку и сами по себе вот эти кусочки даже без золы обладают теми полезными свойствами золы то есть они обладают щелочной реакции своей поверхности повышает продуктивность растений без внесения дополнительных доз удобрений благодаря чему благодаря тому что происходит обмен ионами с почвенным раствором и многие элементы которые ранее были недоступны из почвы растения становятся гораздо более доступными третье о чем я тоже сказал но подытоживаю что этот уголь очень помогает справиться растением с неблагоприятным изменением водного режима то есть в условиях засухи он отдает ранее накопленную воду а в условиях избытка влаги он наоборот накапливает значительное количество воды ну и способ который вы можете реализовать наверное каждый у себя может реализовать это сделать на основе этого угля пролонгированное удобрение вы можете сделать десятикратный как минимум десятикратный а можно и двадцатикратный но лучше сделать десятикратный раствор минеральных удобрений то есть если я рекомендую для подкормки например использовать одну столовую ложку мочевины или одну две столовые ложки сульфата калия или две три столовые ложки суперфосфата на ведро воды то соответственно можно сделать комплексный раствор в десятикратной концентрации то есть 10 столовых ложек 20 столовых ложек 30 столовых ложек сделать вот такой вот рассол буквально и в этот рассол поставить ведро пластмассовое покиненное ведро и когда вы например из печки достаете залу отсевать оттуда кусочки вот эти и забрасывать 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 в это ведро то есть пол ведра у вас будет раствора и потом вы туда забрасываете вот эти угольки кусочки эти угольки постепенно начинают это не быстро происходит но они начинают постепенно напитывать в себя вот эти вот удобрения вот эти вот минеральные И потом опять же по 3-5 кусочков угля, они же могут быть разные, то есть примерно если взять объемом сантиметр на сантиметр, забрасывать в лунку при посадке томатов, перцев, баклажан и других овощных растений. Забросил в лунку, закрыл небольшим количеством земли, поставил корневую систему, установил туда, засыпал землей и ваши растения растут, корни прорастут, оплетут эти кусочки угля и угольки эти будут медленно отдавать эти удобрения, тем самым не позволяя проявляться резким колебанием содержания минеральных веществ, когда вы просто горстью насыпали, перекопали, там пых сразу в земле, все меняется, микрофлора какая-то страдает, какая-то другая развивается, это достаточно резкое изменение состояния почвы. А вот эти угольки будут давать мягкое такое, мягкое изменение минерального состава почвы, растения будут поглощать, они будут отдавать в почву, растения будут поглощать, они будут отдавать. Кроме того, на уже почвах, которые давно являются такими оккультуренными, этот уголь будет служить таким своеобразным адсорбентом, то есть он будет восстанавливать плодородие почв путем адсорбции, путем изымания из почвы вредных веществ, в том числе накопленных корневых выделений при монокультуре растений, как, например, у многих бывает в теплицах. Поэтому применение вот этого биочара или древесного угля имеет множество полезных таких функций в садоводстве и огородничестве, и вот в таком направлении может применяться и использоваться. Не выбрасывайте, не отсевайте, а если отсеваете, то складируйте отдельно для того, чтобы разумно использовать вот этот уголь. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего, до новых встреч!